всем 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 привет ребят продолжаем серию видосов по поводу курса молодого бойца где уже успел назвать супер интеллектуальное название вот ну да ладно не будем долго затягивать погнали сегодня я бы хотел с вами поговорить и принципе обновить тот видос который меня был очень очень давно по поводу деталей это очень очень важно особенно со старта и вот и вкратце пробегусь просто по особенностям и так для начала первое что у нас есть и что нам нужно но естественно у нас есть завод деталей и у нас есть такие вот энергетические заводы их там поначалу будет 4 потом еще два можно будет в технологиях поизучать открывать что мы делаем в первую очередь мы естественно не допускаем вот такого момента как сейчас у меня что мои заводы простаивать вот эти фабрики они загружаются наличкой и соответственно производят нам синие кубики что очень важно поэтому загружайте их постоянно я сейчас их у себя здесь не загружаю потому что у меня есть и не кубов сейчас валом девать их просто некуда ну то есть куда девать но пока еще не пришло время вот поэтому вам однозначно загружайте их полностью вам нужно будет они для чего естественно для создания деталей и естественно для улучшения завода детали на каждом уровне нужно определенное количество синих кубов для того чтобы его улучшить первую очередь в первую очередь фокус на заводе деталей его нужно поднять желательно до 20 уровня это для начала для того чтобы мы открыли в принципе все стандартные комплекты и могли их уже по сути к ним делать материалы то есть на двадцатом уровне у вас открывается дредноут это у нас комплект детали для бойцов для бтера для бойцов на пятнадцатом уровне по моему да да на пятнадцатом рейнджер это тоже самое только для стрелков и соответственно где у нас там господи рейнджер открывается на пятнадцатом в общем фантом там по моему чуть ли не сразу вот суть в чем здесь это конечно был первыми но второй момент это ускорение производства которое вы получаете за каждый уровень ускорение производства именно материалов да то сколько времени у вас производится ваши материалы да вот здесь вот вот внизу то есть чем быстрее они у вас производятся тем быстрее вы скрипаете определенную детальку либо комплект соответственно вы будете впереди и соответственно если вы это ускоряете за ускорители либо за алмазы то соответственно все будет стоить дешевле меньше времени нужно на производство меньше алмазов на ускорение меньше ускорителей на ускорение. Вот такая вот глупая тавтология, но по факту она есть. Поэтому стараемся как можно быстрее его поднимать, хотя бы до 20-го, ну а дальше в идеале конечно же до 25-го уровня, это однозначно. Потому что тот же ядовитый кренок в будущем открывается, только если у вас фабрика, точнее наш вот этот вот завод деталей, он 25-го уровня. Следующий момент. Это наши энергетические заводы. Как бы здесь тоже парандоксально не звучало. Их нужно поднимать и желательно до 20-го уровня. Здесь какой момент? Налички они жрут немного для того, чтобы производить наши, соответственно, синие кубы. Вот. Но только на 20-м уровне мы получаем шикарный прирост в количестве соответственно этих кубов, которые мы делаем. То есть, если взять тот же 16-й уровень, мы получаем только 600 кубов в предел производительности, да. Ну, в 20-м уровне мы уже будем получать 940. Ну, а если взять и предыдущие уровни, я уверен, у многих начинающих игроков они там, ну, не знаю, ну, 10-го уровня. То есть, вы делаете там по 300 штук. Ну, дай бог, что вы там загружаете их реально регулярно, по сути. Но в любом случае, как бы вы их не загружали, при улучшении этих заводов вы будете производить синие кубов больше, вы будете их производить быстрее и, соответственно, наличку вы будете тратить на них меньше в совокупности. Поэтому первый этап это, соответственно, 20-й уровень. Желательно до него прыгнуть каждый завод как можно скорее. Сложного в этом ничего нет, кроме одного. На каждое улучшение требуется очень и очень много электроэнергии. Ну, как бы есть уже, да, у меня видос, кто смотрит сейчас это все, просматривает по поводу электроэнергии, по поводу того, как можно ее экономить и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, косвенно, но это все нас заставляет поднять желательно наши все электростанции. Ну, если у вас уже база 25-го уровня, то до 25-го уровня. Да, это у вас сожрет какое-то количество железок, какое-то количество нефти. Вот. Ну, в какой-то день, когда день строительства, желательно выбрать и поулучшать их. Вот. Потому что они вам будут приносить максимальное количество электроэнергии. На загрузку всех 8-ми вы будете тратить 4 миллиона нефти. Вот. И, соответственно, ну, прирост по энергии у вас будет довольно-таки хороший, что вы, в принципе, сможете, как только у вас там накопилась энергия, там 10 миллионов, там 15 миллионов, тратить ее и сразу же использовать на улучшение вот этих энергетических заводов. Если у вас есть возможность потратить и использовать какое-то количество алмазов, если у вас не хватает электроэнергии, да, чтобы ее докупить за алмазы, мой вам совет использовать. Поднимите ее до 20-го уровня, чтобы вы могли делать много синих кубов. Соответственно, как больше вы их будете производить, соответственно, у вас их будет больше накапливаться, вы сможете быстрее поднимать ваш завод деталей. Плюс, не забываем, что у нас есть исследование, где тоже нужно тратить синие кубы для исследований, да, то есть, наше с вами производство деталей. Каждое исследование будет требовать определенное количество синих кубов. И, по сути, на все у вас их поначалу хватать не будет. Вам нужно будет делать и детальки, по сути, ну, пусть не сразу, но все равно какое-то количество нужно будет. Вам нужно будет улучшать наш завод деталей, вам нужно будет качать технологии. На все хватать не будет, поэтому вот это вот, это то, что базовое, нужное и однозначно. Дальше вы уже соответственно сможете решать на что потратить их в первую очередь. Если вы там насобирали материалы для деталей, то конечно имеет место быть потратить на создание деталей. Потом подкопить и соответственно там на какие-нибудь исследования. Но это в первую очередь однозначно. Дальше. По поводу деталей сильно забегать не буду. За каждую в принципе могу рассказать просто потом отдельно, если это будет нужно. Ну как уже сказал то есть фантом это у нас машинки рейнджер это у нас стрелки дредноут это у нас бойцы. Что это у нас подразумевает? Что вы будете использовать БТР, в котором будут все войска одного типа. Либо машинки, либо стрелки, либо бойцы. Тогда комплект будет работать. Что значит комплект? Правильно. Когда у вас все детали желательно золотого, либо оранжевого цвета собраны и нацеплены соответственно на БТР. В данном случае вот так нужно сделать. То есть если у вас есть полный комплект у вас сразу же меняется видимость. И соответственно есть все бонусы, которые работают от комплекта именно от четырех и от шести деталей одного качества, то есть одного цвета. Ну и есть вот такой вот наваг. Вот. Какие вам конкретно делать? Какой комплект? Ну смотрите сами. На свое усмотрение. Какими войсками вы играете? Какие у вас там герои? Каких вы там будете собирать? Такие комплекты по сути и собирайте. В начале, как у меня уже в принципе был видос, как я и говорил, в самом-самом начале. Вот как только-только вы начинаете игру вот сразу же начинаете делать хотя бы фиолетовый комплект. Сделать его не сложно. Соответственно уже какой-то бонус у вас будет. Если вы более терпеливы и понимаете, что вам прямо сейчас фиолетовый не нужен и так далее, пожалуйста собирайте потихонечку лаконично, канонично до золотого комплекта. Но из-за того, что у вас фабрика завод у вас точнее еще не будет 25 уровня фабрики у вас еще на тот момент не будут 20-25 уровня вы будете дольше собирать золотой комплект и соответственно бонус ну даже это дно детальки он будет не настолько большой как хотелось бы поэтому здесь смотрите сами я обычно иду по пути я собираю фиолетовый либо хотя бы оранжевый комплект в самом начале то есть как только начинается игра в штате вот и потом уже используете хоть какие-то маленькие бонусы я уже имею какое-то преимущество ну может в том же ДД-1 она начинается или в тех же КЕ когда они начинаются то есть при равных героях при равных войсках да допустим Т-8, Т-9 но у меня уже есть комплект хоть какой-то хоть какие-то бонусы но я уже потихоньку но чуть-чуть сильнее но опять же это чисто чуть-чуть но не больше вот поэтому здесь однозначно делаем все и делаем упор вот на вот эти вот моменты на этом у меня все увидимся в новых видосах пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok